Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о таком неприятном вредителе, как малинная стеблевая галлица. Согласитесь, очень неприятно, когда наш шикарный малинник летом вдруг ни с того ни с сего начинает увядать. Когда стебли уже под полной нагрузкой вдруг ломаются и падают, или вообще растут очень плохо, засыхают, гибнут. Одной из причин такого поведения малинника является маленький комарик, малинная галлица. Она откладывает свои яички на поверхность коры стеблей малины, особенно любит загущенные посадки. Личинки въедаются в кору побегов и вызывают на них уродливое разрастание, как будто опухоли. Иногда на одном побеге может быть не один, а два, три и больше таких вздутий. Такие вздутия плохо сказываются на состоянии малины. Они нарушают транспорт воды и питательных веществ, из-за чего малина растет слабо. В таких местах малинные побеги очень легко ломаются и часто усыхают. И, наконец, именно в местах повреждения малинной галлицей часто поселяется вторая большая проблема нашей малины – пурпуровая пятнистость. И тогда исход, к сожалению, печален. Побег гибнет. Но как бороться с этим вредителем? Дело в том, что лёд самого малинного комарика, этой малинной галлицы, происходит весной, во время цветения малины, когда химию употреблять никак нельзя. Но сама личинка зимует именно вот в этих вот вздутиях на побегах малины. И мы сейчас осенью можем существенно сократить запас малинной галлицы у нас в саду, всего лишь вырезав под уровень почвы все поражённые побеги и немедленно их уничтожив. Ведь если мы их оставим где-нибудь в куче до осени, до лучших времён, есть вероятность, что личинка весной выйдет, упадёт в почву, а куклица из неё получится новый малинный комарик – малинная галлица. Поэтому сейчас, когда у нас есть время, когда листва с малинных кустов опало и всё хорошо просматривается, вооружаемся секатором и вырезаем все поражённые подбеги под уровень почвы и удаляем из своего сада. Только в таком случае вы сможете существенно сократить этого вредителя в вашем саду без использования каких-либо химических препаратов. Процветание вам и вашему саду, процветание вашим малинникам, богатых урожаев! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч на Процветке!